Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать в Шереметьевском дворце Музея Музыки. Мы с вами продолжаем знакомство с культурой дальневосточных стран. В прошлый раз мы изучали музыкальные инструменты Китая, а сегодня будем знакомиться с культурой страны восходящего солнца на примере инструментов из коллекции нашего музея. Наверняка вы все помните, что в 2018-2019 году проходил перекрестный год Японии в России. Проходило множество мероприятий, концертов. Также ежегодно устраивается японская осень и японская весна. Поэтому я уверена, что вы хоть немного знакомы с культурой этой страны и даже сможете назвать пару музыкальных инструментов. История японской музыки восходит к древности и делится на несколько этапов. Они непосредственно связаны как с социально-экономическим развитием страны, так и с культурным. У рода племенных союзов появились песенно-поэтические фольклоры, а уже с III века появились религиозные действия, мистерии Кагура, сопровождаемые песнями и танцами, и аккомпанировали им простейшие музыкальные инструменты, такие как ударные и духовые. Термин цудзуми, барабан, по мнению ряда японских исследователей, относится к санскритскому дундубхи. И действительно, в Индии этот барабан известен с ведических времен. Сейчас же цудзуми называют барабан в виде песочных часов. Хотя в древних японских письменных источниках этим термином обозначали абсолютно все барабаны при описании культуры. И таким образом понять, о каком типе идет речь, к сожалению, сейчас невозможно. Если же говорить о происхождении барабана в виде песочных часов с двумя мембранами, то восходит оно к VII веку. И прибыл этот барабан в Японию из Китая или Кореи вместе с представлениями гигаку, то есть театральными представлениями. Есть несколько разновидностей этого барабана. Нино цудзуми, санно цудзуми. Они используются в придворной музыке гагаку. А также коцуцудзуми и оцуцудзуми. Они используются в ансамблях театров ноу и кабуки. И вот коллекция таких барабанов, коцуцудзуми, хранится и в наших закрытых фондах. Действительно, коцуцудзуми переводится как «маленький барабан», поскольку он является самым маленьким представителем из всего семейства. У него две мембраны, и мы видим, что он выполнен в виде песочных часов. По длине он 25 сантиметров. При этом он очень красив, украшен различными изображениями и покрыт лаком. Если мы посмотрим поближе, то увидим на этих изображениях цветки уме, японской сливы, и также листья момидзи, листья японского клёна. Наверняка вы уже слышали о том, что в Японии проводится праздник любования сакурой. Проходит он весной, но именно с цветков сливы начинается этот праздник, поскольку зацветает она одной из первых и имеет огромное значение. Она является символом весны и добродетели. Именно с неё начинается праздник Оханами, любование цветами, и продолжается он уже непосредственно цветением сакуры. А вот осенью любуется уже красными листьями момидзи. Для японцев оба дерева имеют огромное значение. Это связано и с тем, что японцы близки с природой, а также с тем, что они обожествляют природные силы, и связано это с религией синта. Мембрана у этого барабана делается из лошадиной кожи. Она натягивается на металлические обручи и связывается шнурами как с корпусом, так и между собой. Цвет шнура зависит от ранга исполнителя. У высшего ранга цвет шнура будет соответствовать цвету мальвы. У дипломированного исполнителя цвет шнура будет светло-голубой. А вот у рядового музыканта цвет будет оранжевым, такой же, как и у нашего барабана. Инструмент держит левой рукой на правом плече возле самого уха и ударяет пальцами правой руки, иногда в специальных наперстках. При этом совершает церемониальное действие, проводя рукой перед грудью и ударяя с левой стороны. У инструмента интересное щелкающее звучание. И если мы будем менять натяжение шнуров, то можем изменить высоту звучания. В театре Но у этого инструмента есть около 200 стандартных мелодических комбинаций. И при этом некоторые из них могут сопровождаться выкриком междометия, как и гое, производимым либо до, либо сразу после первого удара. Но исследуя традиционному ритуалу, После представления Куцудзуми разбирают на части, связывают специальным шнуром, и в таком виде он отдыхает. Как я уже говорила, другими простейшими инструментами, которые сопровождали мистерия Кагура, были духовые. И вот одни из простейших флейт — это сосудофлейты. Они делаются из глины абсолютно разных форм, от самых простых, абстрактных до причудливых. И сегодня мы с вами знакомимся с двумя сосудофлейтами 1980-х годов. Одна из них в виде японки, и вот такое изображение вполне могло олицетворять также актера японских театров. Другая флейта выполнена в виде тигра, и в Японии у этого животного есть особое значение. Он олицетворял самурайское сословие, и у этого символа были китайские корни. Если вы помните, дракон в Китае символизировал императора, а вот тигр — его высокопоставленных чиновников. И этот тимул перекочевал в Японию, поэтому очень часто можно встретить изображение этого зверя в японской культуре. Другим не менее простым и достаточно древним духовым инструментом является ямато-буэ. Дословно переводится как ямато — это древнее название Японии, и фуэ в сочетаниях буэ — это флейта, то есть флейта страны Ямато. Поперечная флейта. У неё японское происхождение, о чём и говорит название, и считается, что происхождение было божественным. Раньше считалось, что звук ямато-буэ способен отпугивать зверей и змей с ядовытым укусом. Флейта поперечная, её корпус перетянут к корой вишни, и есть несколько отверстий для того, чтобы изменять звуки. Изображение подобной поперечной флейты встречалось ещё на антропоморфных глиняных сосудах периода Яйой. Издавна считалось, что поперечная флейта была единственным мужским инструментом народов Айна, но эта традиция была утрачена. Или же такая флейта была завезена в Японию из корейского царства Кагурё или же из оркестра царства Пэкче. Другое название Ямато-буэ — Кагура-буэ, то есть флейта мистерий Кагура. Конструкция этого инструмента претерпела изменения, вероятно, в связи с влиянием китайских флейт, проникших в Японию в период Нара. Есть несколько разновидностей такого инструмента, например, синубэ или такэ-бэ, дословно такэ-бэ переводится «бамбуковая флейта». В коллекции нашего музея хранится несколько Ямато-буэ, изготовленных японскими мастерами уже в 20 веке. И современник наших флейт, автор Йоса Ноге Кан, написал «Прекрасная танка». Одинокий звук флейты, доносимый издалека вечерним ветром, колышет плакучую иву у винной лавки. А вот другую бамбуковую флейту вы наверняка узнаете. Называется она «сяку-хатси». Буквально переводится «сяку» — это мера длины, равная 30,3 см. И «хатси» — это 8, сокращение от «иссяку-хасун». «Сун» — это мера длины, равная 3,03 см. И в целом «сяку-хатси» — это мера длины, равная 54,5 см. Изготавливается этот инструмент из трехколенного бамбука. Срезается бамбук возле самого корня, и его утолщение становится раструбом инструмента. А вот с другой стороны находится вдувное отверстие, которое оборудовано специальной втулкой трапециевидной, треугольной или серповидной формы, сделанной из слоновой кости или рога. С внешней стороны этого инструмента находятся четыре пальцевых отверстия. И еще одно пятое находится с тыльной стороны. Оно предназначено для большого пальца. В Японии «сяку-хатси» используется для определения в целом всех продольных флейт. И восходит история этого инструмента в широком своем значении к VII веку. Непосредственной предшественницей «сяку-хатси» была маленькая японская флейта «хитойогири», состоящая из одного коленца бамбука. Собственно, об этом и говорится в названии. И равна она была примерно 33,5 см. На таких флейтах, которые получили распространение уже к XVI веку, играли в основном монахи, опросители податей, и часто они были слепыми. Позже они объединились в некое общество и назвались «Комусо». Став последователями буддийского направления фуке, «Комусо» решили немного видоизменить инструмент и назвали его «фуке-сяку-хатси». Для его изготовления они выбирали уже большой бамбук из трех коленцев. Чуть позже, когда в XVII веке правительство официально утвердило школу фуке, «Комусо» получили исключительное право на странствие как вид послушания и исполнение мелодии на фуке-сяку-хатси. И подтверждал этот документ, который выдавали только большие храмы. Вообще, в направлении фуке игра на сяку-хатси была особой духовной дисциплиной. Приравнилась она сяку-хатси-дзену, то есть музыкальной медитации. А вот сам инструмент осмыслялся как инструмент дхармы, то есть закона. Три коленца сяку-хатси означали триаду земля, небо и человек. Пять пальцевых отверстий уже символизировали пять буддийских первоэлементов. Это воздух, огонь, вода, земля и пространство. Исполнение на сяку-хатси — это единственная изначально японская традиция сольного исполнительства. Но уже в XVII веке под влиянием игры на кота уже сложилась новая традиция, новый стиль — гайкёку. Буквально переводится как «музыка извне» и предназначалась для того, чтобы на сяку-хатси исполняли мелодии, предназначавшиеся для других инструментов, в особенности для кота. Чуть позже, с конца XVII, начало XVIII века, уже играют не только на сяку-хате, но и сопровождают это двумя инструментами кота. А уже в XVIII веке складывается трио санкёку совместно с семисеном и кота, и появляются абсолютно новые традиции исполнительства. В связи с реставрацией Мэйди появляется гонение буддистов, и уклад монахов в камусо меняется, их традиции объявляются вне закона, и это самым серьёзным образом сказывается на статусе этой флейты. И таким образом происходит раскол на исполнение светской музыки и исполнение духовной музыки. С 1950-х годов японские композиторы создают новые произведения, активно в своих сочинениях используют сяку-хате, и также пытаются совместить сяку-хате с европейскими инструментами. Ну а также отрывки из традиционных мелодий, предназначенных для этой флейты, в своём фильме «Жертвоприношение» использует Андрей Тарковский. «Жертвоприношение» Санкёку, буквально три мелодии в единстве, означает название ансамбля, состоящего из трёх инструментов сяку-хате, семисена и кота. Историю флейты мы с вами только что узнали, и теперь познакомимся с прекрасной цитрой кота. У этого инструмента есть несколько определений. В Древней Японии так называли все струнощипковые инструменты, типа арфы, типа цитры и также типа лютни. Второе определение, как общее название всех японских цитр, от однострунной до восьмидесятиструнной. Ну и последнее определение — это тринадцатиструнная китайская цитра. Ведёт она своё начало от цитры Гуджен или Джен. И как раз-таки с родственным инструментом мы с вами уже знакомились на прошлой экскурсии. Я Джен, помните? Мы же с вами будем рассматривать кота, соответствующий второму определению, то есть общее название для всех японских цитр. И перед нами модель инструмента, с которым мы познакомимся буквально через несколько минут. Но прежде хотелось бы сказать, что в коллекции нашего музея хранятся коты XIX-XX веков, не только красиво украшенные, с росписями, панцирем-черепахи, перламутром, шёлковыми струнами, но также и кота, выполненная до 1874 года и привезенная в Россию после начала дипломатических отношений нашей страны с Японией. Длинный корпус с выгнутой декой немножко расширяется к головной части. И также есть боковые части, которые называются Исо, буквально переводится как море. И два порожка струнодержателя в голову, но и хвостовой части. Называются они Рюкаку, буквально переводится как рок-дракона. И как раз-таки между вот этими порожками на одинаковом расстоянии натянуты шёлковые или сейчас нейлоновые струны. Поддерживаются они специальными подвижными кобылками, подставками. К сожалению, они отсутствуют на этой модели. И с их помощью можно настраивать высоту звука. Практически под вот этими держателями находятся два резонаторных отверстия округлой формы. И также этот инструмент ассоциируется с драконом, лежащим на берегу моря. Об этом свидетельствует как раз-таки название частей и деталей этого инструмента. Но если мы посмотрим поближе, то увидим изображение и самого дракона. Дракон в Японии, так же как и в Китае, имеет особое значение. Он олицетворяет божественные силы. С одной стороны, как божество воды. С другой стороны, как могучее божество, почётное само по себе. И отличие японского дракона от китайского в том, что он имеет всего лишь три когтя вместо пяти. Перед игрой инструмент устанавливают на пол или на небольшой столик. Музыкант садится перед ним в традиционную позу на коленях. И головная часть находится возле правой руки музыканта. Играют специальными плектрами, которые надеваются на большой, указательный и средний палец правой руки. И вот таким вот образом красиво перебирают струны. У этого инструмента очень нежное звучание. И, конечно же, это отмечали японские поэты. Осенней ночью все люди стихли. Лишь плачут нежно на кота пальцы в дрожании струн. Ранняя разновидность кота, гакусо, использовалась в придворной музыке гагакум уже с периода Хэйян. И в конце этого периода на острове Кюсю продолжалась аристократическая традиция сольного исполнительства на кота. Вообще аристократы изучали игру на нескольких инструментах. И это оказало огромное влияние на развитие музыкальной культуры страны в целом. Со временем и традиции менялись, и создавались новые разновидности этого инструмента. Например, с периода Мэйди появился даже новый стиль – синкёку, буквально новые мелодии. А в 1921 году слепой исполнитель и композитор Мияги Митио, известный по пьесе Хару Науми «Весеннее море», ввёл в практику 17-струнная кота и 80-струнная. А также он создал уникальный концерт для кота и европейского оркестра. Музыка Кроме привычного кота, мы с вами сегодня познакомимся с его разновидностью – якумагота. Этот инструмент был изобретён в 1820 году на Каяма-Катануси и, по легенде, у якумагота – божественное происхождение. Создавался он для исполнения музыки в одном из синтайских храмов, а именно Идзума-Тайсе. И сделан он из бамбука со склона в горы Уканаяма, после того, как в Идзума-Тайсе было получено божественное предсказание. И таким образом инструмент имеет непосредственную связь с религией синта. Раньше он назывался Идзума-Гота или Тама-Гота, и стали его называть Якума-Гота в связи с ассоциацией с песней Сусано из Кодзики «Восемь облаков встаёт». Якума-Гота буквально переводится как «кота восьмислойных облаков». Длинный корпус был изготовлен из расколотого вдоль ствола бамбука. С обратной стороны имеются резонаторные отверстия, одно круглое в форме солнца и другое в виде полумесяца. Натянуты две струны, натянуты они в унисон, и с одной стороны они крепятся специальными колками, а с другой стороны струнодержателями. Перед началом исполнения музыканта устанавливает Якума-Гота на специальную подставку 30 см. садится перед ней в традиционную позу и извлекает звук с помощью специального плектра, изготовленного из слоновой кости. Правой рукой извлекает звук, а левой, с другим коротким граненым плектром, надетым на указательный палец, он прижимает струны для того, чтобы изменять звук. Якума-Гота использовалась для светского исполнительства, например, китайской музыки Мин Сингаку, то есть музыка эпохи Мин, и также был популярен в народной среде благодаря бродячим музыкантам Хакая. Младший брат Накаяма Котануси, Окиси Генкин, не только унаследовал, но и продолжил традицию брата. Он немного усовершенствовал инструмент, он стал называться Нигенкин, буквально цитра с двумя струнами. И инструмент стали использовать для сбора податей в Большом храме Цубаки в Нагое и продолжают делать этот по сей день, а также использовали в народной среде для исполнения дзиута, то есть народных песен. Вы еще не забыли, что в Сан-Кёку было три инструмента? Нет? Ну тогда мы с вами познакомимся с третьим. И семисен, так же как и секухати, достаточно известный инструмент для российского слушателя. У этого инструмента четырехугольный, достаточно выпуклый корпус. Вместо деки в традиционном инструменте используется кожаная мембрана, и у него достаточно длинная шейка. Это инструмент типа лютний, у него три струны, обычно шелковые, но в наше время они могут быть нейлоновыми или металлическими. Играют на этом инструменте специальным плектром, сделанным из слоновой кости в форме развернутого веера. И когда играют, зацепляют этим плектром струну и также одновременно ударяют по деки-мембране. Таким образом получается звук смешанного тембра. При этом звук у этого инструмента очень звонкий, немного гнусавый и достаточно резкий. Официальной датой появления Симисена в Японии считается 1560 февраля. Второй год, когда из Китая через острова Рюкю в Японию проник инструмент сань-сянь. Со временем Симисен стал очень популярным, и обучение игре на этом инструменте, так же как и на кота, стало практически основным в городской среде. А для девочек это вообще был непременный компонент их образования. Симисен стал излюбленным инструментом гейси, то есть гейш, и у них сложилась особая каменная концертная традиция от засеки, то есть исполнение лирических песен под звуки Симисена. И во время таких представлений звук извлекается уже не плектором в виде веера, а специальным плектором-коготком, либо же пальцами. Ну а традиция мужского исполнительства на Симисене связана с театром Дзёрури, Пунраку, когда сказителю, озвучивающему кукол, аккомпанируют один или два исполнителя на Симисене. А также соответствует театру Кабуки, где Симисен и его разновидности являются одними из важнейших инструментов. Ну а у нашего инструмента, который вы видите, есть своя уникальная история. В коллекции Музея музыки хранится два традиционных японских инструмента. Это Симисен и Геккин, сделанные в России из березы, неизвестным японским мастером, во время кампании военной 1905-1907 годов. Военнопленные, которые находились в селе Медведь Новгородской губернии, изготовили свои национальные инструменты. И после того, как они вернулись на родину, эти инструменты остались в России. А в 1913 году эти инструменты были приобретены у Николая Ивановича Привалова, музыканта-этнографа и сподвижника Василия Васильевича Андреева. Но интересно еще и то, что в старинном городе Киото, в храме Риоанзи, хранятся самодельные балалайка и скрипка, сделанные из японского дерева. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов русские военнопленные более полугода жили в этом храме. И соскучившись по России, они сделали свои национальные инструменты. И в 2004 году в Японии русские и японские инструменты объединились на выставке. Можно сказать, что со вторым инструментом, Геккином, вы уже знакомы. Поскольку это японское название китайского инструмента юэцинь. Завезена такая лунная гитара, именно так это расшифровывается в Японии, около XIV века. Но поскольку корпус и принцип игры ничем не отличаются от юэциня, который мы с вами уже рассматривали, то интереснее будет рассмотреть изображения, которые находятся на этом инструменте. Справа и слева вы можете увидеть солнце и полумесяц. Это символика китайского принципа инь-ян. В Японии солнце это женское начало, а вот луна или полумесяц это уже мужское начало. На головке грифа можно увидеть красный лотос. И этот цветок очень часто встречается на юэцине, поскольку в Китае еще до распространения буддизма этот цветок был очень распространен и почитаем. Является символом целомудрия. Ну а внизу можно увидеть кролика или зайца, который также является олицетворением женского начала, инь, и является символом долголетия. Он также часто встречается в мифологии. И последний инструмент, с которым сегодня хотелось бы вас познакомить, это раньше упомянутая бива. Общее название для трех, четырех и пяти струнных инструментов с корпусом вот такой вот грушевидной формы и с коротким грифом. Изначально предком бива считается персидская лютня барбат, которая проникла по шелковому пути в Китай и там уже получила название пипа. А вот с этим инструментом мы с вами тоже знакомы. Ну вот в Японию бива или пипа проникла в VII веке. И считается, что ее привез японский ученый, государственный деятель Киби Но Макиби, который был отправлен в Китай в 717 году, где он обучался и музыке, и технологии изготовления музыкальных инструментов. Бива стала очень популярной в Японии, и игра на этом инструменте была одной из важнейших умений придворных. Но в XVI веке Семисен стал настолько популярен, что вытеснил бива, и она почти утратила свою популярность. Наш инструмент был изготовлен японскими мастерами уже в XIX веке. Он в хорошем состоянии и достаточно красив. Его корпус покрыт черной эмалью. Вот колки, подставки и лады выполнены из слоновой кости. И если мы повнимательнее рассмотрим эти подставки, то увидим на них изображение. Здесь выгравированы цветущие деревья. Если очень долго изображение эти рассматривать, то мы поймем, что они напоминают нам японские сады. С этим инструментом связано множество легенд. И вот одна из них. На дне морском живет змеиный народ. И правит имя царь Риуо. У него тело человека, но голова змеи. Он был добродетельным и благоразумным хранителем религии синта. И считалось, что те, кто утонул в море, до сих пор живы. И в другом обличии их можно встретить как раз-таки во дворце морском этого царя. В Камакура на Тихоокеанском побережье Японии есть храм, который выглядит почти как дворец этого морского царя. И построен он был в честь свадьбы богини-покровительницы искусств Бентен и царя-змея из озера. Царь-змей был ужасным. Он держал в страхе всю округу на много верст. И Бентен не могла терпеть его бесчинство. Она устроила землетрясение и спряталась в клубах пыли над его логовом. Когда она позвала этого царя-змея, стала к нему спускаться. Он был ужасен и изначально вызывал отвращение у Бентен, поскольку все тело его было покрыто чешуей, и у него был змеиный раздвоенный язык. Но когда он стал красиво ухаживать за богиней и также говорить нежные речи, ее сердце смягчилось. Она даже согласилась выйти за него замуж при условии, что он прекратит творить свои безобразия. Таким образом, Бентен силой слова смогла убедить царя, потому что она славилась тем, что была богиней-покровительницей речей и музыки. И очень часто можно встретить изображение этой богини с маленьким струнным инструментом, как раз-таки с бивой. И считается, если великие музыканты играют особенно вдохновенно, то в них вселилась сама богиня Бентен. Субтитры создавал DimaTorzok Мы с вами сегодня совершили увлекательное путешествие в страну восходящего солнца. Познакомились со знаковыми инструментами, узнали их историю и попытались разобраться в символике. Но если вы хотите узнать еще больше, то приходите в наш музей музыки, знакомьтесь с инструментами, ищите свои символы, приходите на наши лекции и концерты. Двери нашего музея в скором времени будут для вас открыты. Ну а мы с нетерпением ждем встречи с вами.